Мэриленд Питер Франшотт заявил, что будет рекомендовать вывести 52-миллиардный пенсионный фонд Мэриленда из Алабамы и призвал другие штаты последовать его примеру. Государственный секретарь штата Колорадо Джена Грисуолд призвала к бойкоту Алабамы и обратилась к избирательному центру, который обучает сотрудников избирательных органов со всей страны покинуть штат. Правозащитники заявляют, что будут добиваться отмены закона, принятого в Алабаме. Пойдем в суд и я ожидаю, что мы сможем заблокировать этот закон до того, как он вступит в силу. Что действительно важно знать людям, так это то, что сегодня аборт является законным в Алабаме и во всех штатах, по всей стране. Мы будем судиться в каждом штате, который попытается отменить аборты. Женщины должны быть обеспокоены этой ситуацией. Сейчас мы видим скоординированные усилия на национальном уровне, направленные на то, чтобы лишить женщин возможности самостоятельно принимать решения в области здравоохранения. Женщины должны следить за тем, чтобы их голоса были услышаны наравне с мужчинами, чтобы мы сохраняли за собой право принимать собственные решения относительно себя и своих семей. Сет Дрейер, вице-президент Created Equal, организация, выступающая против абортов, заявил, что они аморальны, поскольку лишают жизни еще нерожденного человека. Мы знаем, что преднамеренное убийство невинного человека неправильно. И это именно то, что происходит при аборте. Мы знаем, что эмбрионы являются людьми не на основании какой-то слепой веры или религии. Научно доказано, что когда сперма и яйцеклетка соединяются вместе, создается новый человек. Даже если прецедент Роу против Уэйда еще не разваливается на законных основаниях, есть свидетельство того, что в образовательном плане он разваливается. Потому что люди слышат правду о том, что ребенок – это человек. Мы хотим оспорить решение по делу Роу против Уэйда. На данный момент на рассмотрении в законодательных собраниях разных штатов находится порядка 200 законопроектов, ограничивающих доступ к абортам. Мнения американских законодателей в Вашингтоне по вопросу абортов расходятся. Демократы поддерживают право женщин на аборт, республиканцы выступают на стороне противников. Со времен прецедента Роу против Уэйда и даже до этого в США было четкое разделение по вопросу абортов. Но был достигнут консенсус в отношении того, что когда дело доходит до абортов, они будут разрешены и законны в случаях изнасилования, инцеста и там, где на карту поставлена жизнь матери или ее здоровье. То, что произошло в Алабаме, может перевернуть все с ног на голову и убрать исключения в случае изнасилования и инцеста. Это действительно ставит под вопрос, какова цель этой администрации и республиканской партии. Тонкий баланс, который у нас был на протяжении десятилетий, может быть разрушен этим шагом в Алабаме. Прежде всего, я верю, что самый ценный подарок, который Бог дает нам, это жизнь, и я защищаю ее всю свою карьеру. Исключениями были инцест и изнасилование. Это именно то, за что проголосовали республиканцы в Палате представителей. Это то, что говорит наша платформа. В 2019 году пять штатов приняли законы о сердцебиении, запрещающие искусственное прерывание беременности, как только у плода можно зафиксировать стук сердца. При этом несколько штатов приняли или внесли на рассмотрение законопроекты, которые ослабляют ограничения на аборт. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.